привет всем хорошего дня сегодня будем смотреть как переключается коробка передач в данном случае автоматическая для этого мы в виджете который у нас является спидометром и так далее и тахометром будем переключать вот эту буковку необходимое значение данном случае это d n r то есть вперед-назад допустим п данном случае по имени пока не будем настраивать то есть чисто на движение п это у нас парковка смотреть прошлый раз мы создавали вид на функцию на скорость а сейчас мы такую же создаем но она уже у нас будет относиться к переключению коробочки точнее показа необходимой буквы так напишем функции наименование виджей гир после чего мы вообще получаем значение до входящие будет у нас текстовая это у нас на им гир пусть будет так то вообще без разницы как обозвать эту штучку так мы будем сравнивать чтобы она была равна допустим какой-то ноде сделаем промоутывал в окол в рейбл обзовем это буковкой r и значение поставим ее равной буковки r то есть буква r будет это назад то есть мы сейчас сравним если текущее значение будет буква r то есть назад мы будем выполнять какие-то действия до определенные у нас имеется текст блок как раз таки это и есть то буковка подадим в нее текст сет текст подключим питающую белую линию и теперь мы должны подать во-первых значение которое у нас там подается в данную функцию и во вторых для чего мы вот это вытаскиваем для того чтобы задать цвет допустим задней передачи мы берем из set текст блок вытаскиваем set color and opacity то есть мы подаем настройку цвета из color and opacity мы вытаскивали make state color и из специфилд color давайте вытащим select select мы как раз таки будем переключать с помощью булиновской переменной то есть если она true сделаем цвет красным то есть если у нас как будто бы назад едет она у нас загорится красным цветом с наименованием буква r если нет то мы сделаем ее белой ну как стандартное значение допустим чтобы мы все это видели все данная функция готова переходим к нашему автомобилю в нашем автомобиле мы создаем такую же функцию как и в скорости поставим ее вот сюда то есть begin play здесь у меня просто секунд стоит для некоторого разделения и также создаем set timer by function name просто делаю дубликат копирую здесь мы напишем наименование просто gear то есть функция будет называться gear сейчас мы ее создадим и обзовем и все вот эта функция как раз таки нам даст передачу наш виджет вытаскиваем виджет вытаскиваем функцию которую мы там создали здесь мы как раз таки будем подавать текст допустим буковка r там она у нас здесь как раз таки в нескольких значениях будет это во-первых назад во вторых это у нас будет нейтралка третьих это значение текущей передачи здесь мы просто удалим пока вытаскиваем наш вихерком момент и берем оттуда get current gear это у нас текущая передача и также вытаскиваем get forward speed это наша скорость мы будем во-первых определять какая у нас передача давайте сразу вытащим то что она больше нуля если она будет больше нуля мы на подле бранча отправим данное значение да то есть вот прямо вот так так у нас чтобы все это не путалось вот сюда я ее помещу но во первых смотрите когда мы будем двигаться мы можем по сути как бы и выключить она резко остановиться и тогда у нас скорость она не переключится не в нейтралку не какое-то либо значение да она у нас также останется допустим на скорости 3 мы резко остановимся и она у нас не не переключится для этого как раз таки и мы вытаскиваем get forward speed то есть мы сейчас сразу проверим что get forward speed у нас тоже больше нуля и и после чего мы вот это все сравниваем создаем создаем and boolean то есть это и это у нас если они вот как раз таки больше нуля мы выполняем действия но кроме этого нам необходимо также вот кроме определения скорость текущей скорости да здесь выставим текущая скорость будет неправильно текущая передача здесь у нас будет задняя здесь нейтралка по буковкам это принципе понятно сюда мы снова branch ставим подсоединяем на true мы подсоединяем сюда на false сюда и теперь что как мы должны вообще сравнить по сути если у нас это и это будут меньше нуля то мы будем получается либо назад катиться потому что скорость естественно будет меньше нуля если мы на нейтралке у нас скорость нулевая по сути должна быть то есть здесь мы вот как раз таки это и сравнивать и теперь как видите да мы во входящий параметр подаем буковку и выполняем данные действия давайте посмотрим как это все у нас запустится сейчас у нас стоит нейтралка как изначально в виджете и прописано да то есть просто нейтралка прописал изначально теперь так давайте я на скорости вот это уберу чтобы у нас справа не мельчишь его берем заводим автомобиль включаем скорость и поехали первая вторая третья то есть он переключается давайте давайте еще разок запустим я перевернулся сейчас мы поедем назад и у нас буковка R красная я остановился да вот сразу включилась нейтралка то есть если я вот сейчас пытаюсь вперед поехать он у меня включает первую и если я отпускаю кнопочку сразу включается обратно нейтралка здесь надеюсь никаких проблем не возникнет а на этом все в общем до скорой встречи друзья всем пока пока